Штукатурный слой обрушился в доме номер 7 по московскому шоссе в Сельевом Посаде. Часть потолка рухнула в ванной комнате на первом этаже. Там периодически течет канализация. То есть все жизненные отходы текут к нам. То есть поднимались к соседке неоднократно, уже говорили. Бесполезно. Я просто боюсь, что сегодня-завтра это просто рухнет. Место обрушения обследовала комиссия из представителей коммунальных служб. Оценили состояние коммуникаций и на втором этаже. Вода течет. Комиссии за комиссией выясняется, что течет стояк. Не от меня течет, а стояк. Стояк менять никто не будет, так как это места общего пользования. Как нам объяснили, если бы это в спальне текло, они бы закрыли комнату, меньше коммуналку брали. А так как это ванна с туалетом, они не могут этого сделать. Поэтому у нас вот такое вот происходит. До Нового года этот дом обслуживала управляющая компания «Мусоблэксплуатация». С 1 января двухэтажка перешла на баланс МБУ благоустройства. Пошагово что надо им сделать, чтобы не привезли? Подать заявку в первую очередь. У нас круглосуточная диспетчерская служба, аварийная служба работает также круглосуточная. А там можно первый этаж спасти потолок? Ну, невозможного ничего не бывает. Вот, возможно, все. Ну, во-первых, я думаю, опять же, это больше от жителей зависит. Когда они сигнализируют, мы быстрее реагировать начинаем. Чтобы понять, в чем причина обрушения потолка в ванной комнате, на втором этаже демонтируют пластиковую конструкцию. Тогда станет ясно, почему течет. Данный дом выбрал непосредственное управление. Как форма управления МБУ благоустройства является обслуживающей организацией. То есть нужно смотреть договорные отношения, нужно изучать, кто виноват. Лица, которые ответственны внутри дома за организацию работ по содержанию текущему ремонту или подрядная организация МБУ благоустройства СП. Это мы все, безусловно, сделаем. Компенсировать ущерб в ванной комнате на первом этаже будет виновник, который довел коммуникации до такого состояния. Причина обрушения потолка выясняется. Полина Иноземцева, Евгений Шевченко. Программа «События».